приветствую вас на канале рейса горяченко дача сад огород цветы мы сегодня с александром решили ответить на ваши вопросы по поводу схемы посадки помидоров а сегодня кстати 29 сентября 2021 года у нас еще помидоры belford мы завершили сбор засолили заквасили уже розовые томаты а вот это belford мы их продолжаем есть они сладкие и вкусные этот belford belford как он правильно там ударение но очень вкусный помидор и мы просто хотим вам показать как мы их высаживали нас есть плавились все томаты и теплицы и там мы рассказываем как мы высаживаем и в этом году у нас были изменения посадки вот смотрите это у нас вот уже до 29 сентября они бы еще если тепло было это мощный такой томат еще смотрите сколько пасынков мы эти пасынки все время обрезаем обрезаем уже и холодно на улице но все равно продолжается вот созревать еще вот которые зеленые были даже вот смотрите продолжает отцвели я оставила цветочки еще сколько сколько помидоров но немножко вот бачок уже у него черный уже просто от холода они портятся а вот те которые поспели а вот еще видите зеленые но нам нужно уже заниматься тем что мы должны снимать с теплицы старое агро не агро а поликарбонат и естественно мы уже купили естественно нам надо сейчас уже завершать сезон конец сентября плюс еще нам надо обязательно здесь перекопать и закопать солому но вот все сейчас вот мы решили показать что у нас в конце сентября у нас в теплице вот они у нас эти томаты кстати этот гибрид очень мощные растения и вот это который мы вот здесь стоим посажены именно в феврале в тельце видите насколько телец дает мощное растение силы энергии и мы отвечаем сейчас на вопросы как мы их высаживали на каком расстоянии вот александр сейчас вам покажет измерить между растениями по 50 сантиметров раньше мы 40 высаживали вы смотрите 50 50 сантиметров между всеми растениями но где-то может быть пару сантиметров плюс минус но в основном это 50 сантиметров и между рядами вот здесь посередине у нас видите в теплице посередине между рядами сколько там вот 80 сантиметров а между теми рядами вот давай посмотрим тут у нас еще ряд огурцов которые уже измучены холодом и мы их уже не поливаем давно томаты полтора месяца огурцы чуть больше месяца не поливается вот между этими рядами у нас сколько то должно быть больше здесь у нас 100 то есть метр у нас 100 сантиметров смотрите посчитай пожалуйста сколько от стенки теплицы потому что это будет снова же вопрос а сколько от стеночки было сантиметров посажено что-то у нас 38 39 где-то 40 сантиметров семечка чуть-чуть у нас не сильно ровная но в основном 40 сантиметров и вот здесь поместилась в этой теплице у нас 33 томата пересчитала еще раз сейчас 33 растения томатов которые мы посчитали примерно сколько в среднем получается 10 килограммов с одного куста причем мы высаживали высевали их в тельце в феврале вот здесь немного вот эти вот растения у нас их 4 6 штук белфорд вот эти растения в таблеточки остальные мы высевали еще в два срока в скорпионе они вот с той стороны очень хороший тоже там убывающая луна у нас были споры мне писали возмущение как вы посмели после сожженного пути полнолуния в скорпионе высаживать высевать людям тоже показывать очень хорошие урожайные томаты тоже этого же сорта и потом мы еще в марте тоже в тельце высевали получили очень хороший результат практически чуть чуть позже разница созревания у нас где-то было 8 10 дней между вот этими сроками посевов томаты были замечательные хотя был тяжелый период все прекрасно у нас выстояли а почему да потому что мы выбрали именно те гибриды которые устойчивы против ряда заболеваний плюс мы заботимся о почве а почва должна быть прогретая а также должно быть обязательно в почве все нужное для растений мы показывали как мы высаживали какие мы органические удобрения использовали ну и вот сейчас мы показали как они уже подготовлены к тому чтобы если бы было тепло они бы спокойно еще бы росли и радовали нас своим урожаем но к сожалению уже все мы завершаем сезон и отвечаем на ваши вопросы и вот сегодня ответ на вопросы в этом но и отвечаю сразу на второй вопрос мы формируем томаты уже несколько лет нам очень понравилось вилочкой видите одну один идет и далее вилочка идет и давайте еще измерим какая же длина вот этих двух побегов у нас за сезон александр тщательно все сантиметры вымеряет но это уже в длина когда мы срезали концовку нам мы уже срезали где-то в конце августа в сентябре мы уже начали срезать их в концовке видите хотя они пасынки снова же пускают вот видите здесь какой конец тоже 4 метра 10 сантиметров одна один побег и плюс еще вот здесь тоже отходит видишь вот отходит а пасынок еще один тоже такой же мощный здесь еще 90 сантиметров это уже 5 метров один побег 5 метров наросло конечно и с пасынками это было больше а второй давай второй еще смеряем мы не меряли видели что много но вот так интересно сейчас самим сколько же нарастилась вот этой массы побег и сколько листьев было сколько мы срезали а сколько плодов и очень вкусные плоды кстати до сих пор очень вкусные плоды так идем идем меряем это то что мы оставили но интересно сколько же здесь три шестьдесят три шестьдесят один еще один побег пасынок сверху я оставляла до три шестьдесят считай до четыре пять метров у нас еще вот смотрите с одного томата с одного корня два побега в среднем от четырех до пяти метров пусть будет четыре метра среднем это 8 метров вот один корень вот такой выдал урожай а давай-ка мы сейчас там где у нас уже полностью вытянем один корень сейчас посмотрим какая как давайте мы раскопаем убираем солому вот смотрите что у нас на почве это уже больше месяца без полива томаты они по-прежнему зеленые вот если бы это была открыта земля насколько было бы плохо корням они перегревались без жару а так вот они были под соломой но и солома уже переработана часть вот так вот вот там уже корни разрезают до корни и там и там корни попробуем так вот смотрите какие корни мощные они практически занимают всю площадь земли почему у нас земля вся плодородная мы занимаемся тем что мы готовим почву заранее сейчас почему мы уже спешим будем снимать урожай потому что нам надо уже подготовить почву а почву нужно положить солому триходермин ни в коем случае никакая не должна быть называют мне разные препараты не должны быть химические препараты наоборот даже та же марганцовка сюда не подходит наоборот нужно добавить сюда триходермина влаги соломы и дать возможность чтобы расти земля почва снова же готовилась возобновить вот эту работу вот смотрите какая красота какой мощный корень вот эти мы высаживали вот так вот вот он наш корень и куча корешков вот там в этой земле везде и всюду и даже остатки смотрите вот наши органические вот не все даже переработано но получается что у нас глина суглинки и мы вот за счет того что мы закапываем органику зеленую органику или же соломой в этом году нам повезло а в соломе находится сейчас вам покажу сколько полезных веществ и вот мы восстанавливаем плодородие даем возможность чтобы за зиму вот эти все почвенные наши помощники поработали и создали снова же во первых усталость почву мы убираем и естественно заряжаем новыми питательными веществами для следующего года вот еще раз вот вот они корни шикарные корни срезаны это то что основной а вся земля у нас практически здесь в теплице на метр во все стороны везде находятся корешочки корешки наших томатов 33 томата на территории тут у нас три ряда в теплице 4 на 6 и плюс один ряд у нас огурцы 6 на 3 да вот 18 квадратных метров 33 растения ну и считаем по 10 килограммов 300 килограммов томатов причем каких томатов замечательных сладких крупные были разные но очень вкусные витаминные плоды благодаря то что теплица это все у нас хорошенько сохранилась в любую погоду там кстати до сих пор у нас посмотрите до сих пор вот эта сетка никакой ветер ничего не снесло и эта сетка даже была притеняла притеняла а сейчас когда холодно она утепляет потолок и вот таким образом мы вот в теплице получаем хороший результат хорошие урожаи томатов и огурцов но в данном случае мы отвечали на вопросы по томатов видите как смели какая-то толщина наших томатов сколько у них диаметр вот вилочка перед вилочкой сколько мне не надо давай хотя бы так сантиметр посмотрим вот вот она видишь вот где-то диаметр два сантиметра 20 миллиметров где-то диаметр и эти чуть-чуть будут конечно эти где-то по сантиметру чуть чуть больше сантиметра мощные тоже такие стебли поэтому мощных стеблях и где-то 15 миллиметров поэтому да и поэтому питательные вещества идут по этой вот трубе вот этим побегом и направлен направлены к листьям и формированию цветки и цветочки сначала потом маленькие плоды и вырастают красивые сегодня мы ответили на ваши вопросы которые чаще всего у нас получаем мы по теме томатов впереди у нас новый сезон 2022 года как мы его проведем я думаю что мы тоже хорошо его проведем и хороший урожай получим в следующем году нам сейчас нужно готовить теплицу к зимовке у нас не отапливаемые теплица поэтому пора уже этим делом серьезно заняться собираем урожай уже все что есть и естественно будем уже готовить к перекрытию нашу теплицу потому что она прослужила вот этот поликарбонат 11 лет и я еще раз говорю что хороший качественный поликарбонат это уже половина успеха плюс внутри еще для теплицы 2 все продумано мы будем показывать рассказывать как мы это будем делать а сегодня прощаемся с вами благодарим за просмотр лайкайте комментируйте и подписывайтесь на наш канал до новых встреч на нашем канале